Часто упрекают, а чё ты о хорошем мало говоришь? Ну давайте скажу. Хочу вам порекомендовать одно сообщество ВКонтакте, это сообщество нашего партнёра Ильи Васильева. Человек пишет стихи. Мне бог таких талантов и не дал, а он пишет, у него хорошо получается. Заходите, полюбопытствуйте. Ссылка будет на ютюбе в описании. И о хорошем на этом всё. Очередная шутка от зрителя. Прислали на медне. Я нахожусь в данный момент в Европе, решил посмотреть, почитать местные новости. И вы знаете, что удивительно. Ни на одном из телевизионных каналов, ни на одном информационном портале я не нашёл ни слова о том, кому Владимир Владимирович пожал руку во время своего визита в Париж, куда он приехал по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Вот ведь непорядочные люди замалчивают самые важные события. Никакой свободы слова у этих гнилых европейцев. Никакой. Ну а мы начинаем. Очередная потрясающая новость для всех, для нас. В Минздраве поддержали инициативу по введению нового 20% налога, никогда не угадайте на что, на газированную воду. Ввести акцизы на данную продукцию предложил экспертный совет при правительстве Димоновой Российской Федерации. То есть, ну а грабить нас собираются, как всегда, под благовидным предлогом в рамках федерального проекта укрепления общественного здоровья. Короче, пораскинули чинуши тем, что у нормальных людей мозгами называется, и пришли к выводу, пора гражданам переходить на правильное питание. А то народ ожирением страдает, в том числе из-за газированных напитков и фастфуда. Два миллиона таких ожиревших в стране на данный момент насчитывается кошмар. Слушайте, а я где-то уже это слышал, по-моему, ну про правильное питание. Вспомнил, чиновница ж саратовская Соколова недавно очки жителям своего региона втирала, что 3,5 тысячи в месяц на продукты для человека это очень правильная сумма. Картошка, макарошки, по выходным куриный бульон и даже с кусочками курицы. Это ж настоящий праздник для оздоравливающегося организма. Ага, а еще сырные, маргариновые, творожные продукты, а траву какую-нибудь на основе пальмового масла может на такие деньжищи человек себе позволить купить. Вот поганенький у нас народ, много раз говорил, о них вон беспокоятся слуги народной денные ношно. Хотят, чтобы здоровыми люди были, а мы все время недовольны чем-то. Сейчас вот предатели вроде меня бузу поднимают газировку. Вишь, акцизом обложить удумали. И будет та газировка вместо 60 рублей за литр под 80 стоит. В советское время, к слову, газированная вода по 3 копейки продавалась. И это с сиропом без него по копейке разливали. Кое-где автоматы вообще бесплатными были и ни о каком ожирении. Песни тогда никто не пел. Пей, Леха. Пей. Ну а теперь без сарказма предлагаю проникнуться данной историей. А давайте задумаемся на минуточку, кто же является основным потребителем этой злосчастной газированной воды. Правильно, дети, которым, к слову, очень сложно отказать, если просят. Эй, так для чего придуман данный акциз на самом деле? Я бы его вообще по-другому назвал. Налогом на детские радости. Например, так было бы точнее и справедливее именно в очередной раз обложить простым смертным, а простых смертным очередным побором расчет, как обычно, сделан правильно. А куда вы денетесь? Тут ведь как с тарифами ЖКХ или ценами на бензин. Нравится, не нравится, плати, моя красавица. Кстати, я вот там чуть-чуть выше про 2 миллиона страдающих от ожирения россиян заикнулся. Самое забавное, что по данным Росстата, это не я придумал честно, у нас в России как раз 2 миллиона чиновников уже наплодилось. Может, когда говорили о людях, страдающих ожирением, имелось в виду? Ладно. Это реальная журналистика, нет повода не выпить. Тема сегодняшнего выпуска газировки, разумеется, пока недорого. Поехали! А россияне тем временем чихать на какие-то там новые налоги хотели, у них совсем другие интересы. В трендах вторую неделю обсуждение высосанного из пальца жутика с закрытием в обозримом будущем всех соцсетей на просторах Рунета, да и вообще поговаривают, что отключат великую и могучую от всемирной паутины, вместо нее некий чебурнет сделают. Но это такое подобие сети, только для внутреннего пользования она будет создаваться внутри нашей страны. В смысле, это чудо должно функционировать. Поводом для сплетен послужило вот это вот обращение генерального директора видеохостинга YouTube госпожи Вайджитский к гражданам стран ЕС. Внимание! Всем привет! Я генеральный директор YouTube Сьюзен Вайджитский. Я вам расскажу о новостях нескольких последних месяцев. Благодаря авторам YouTube становится лучше. В прошлом году число каналов с аудиторией выше миллиона человек увеличилось на две трети. Однако вскоре условия для авторов могут здорово измениться. Европарламент рассматривает законопроект об авторском праве, в том числе статью 13. И тут Остапов понесло. Аааа, караул на горло свободе слова наступает. Россию зачем-то сюда припривали, в который из-за этого могут исчезнуть все, без исключения соцсети. Хотя повторюсь. Речь идет всего лишь о новой редакции закона об авторском праве в странах Евросоюза, к коим мы никакого отношения не имеем. У нас, кстати, данный закон намного жестче будет. В старушке Европе просто решили, что настало время чуть плотнее заняться пиратами. Ну и распространению фейков, которыми 90% тех соцсетей сегодня забиты, тоже как-то надо противостоять. Но для россиянского гражданина это ж повод поорать погромче. Мы слышали звон, не знаем где он, зато эксперты великие все поголовные, вернее не все. Есть еще каста суперэкспертов, сказочников. Депутат Сергей Боярский, например. Милонов или товарищ из Совета Федерации. Простите, не знаю, как забать величать. Гугл, Фейсбук, Твиттер и так далее, это не платформа, где какие-то нехорошие люди просто за деньги размещают незаконный контент. Они участники войны. Есть простой пример. Если вы зарегистрируете, значит, я это много раз проверял, у нас много конференций, мы там регулярно открываем Твиттер-аккаунт. Пустой, абсолютно нулевый Твиттер-аккаунт для конференции. Немедленно начинают прилетать в почту рекомендации, что почитать согласно нашим интересам на этом аккаунте, у которого нет последователей и нет никаких интересов. Естественно, это Навальный и разные наезды. Вот есть у меня любимая поговорка. Он наполовину идиот, и это лучшая его половина. Нет, нет, не подумайте, я сейчас никому не адресовал данный месседж просто, чтобы обстановку разрядить, шутканул. Ну и возвращаемся к нашей истории с Рунетом. А давайте теперь включим здравый смысл и попытаемся подумать, зачем кому-то оттуда отключать соцсети в нашей стране. Сегодня ведь это такой громоотвод для половины населения. Пример, пожалуйста, данная программа. Нас новым налогом нахлобучить пытаемся, а мы о судьбе Фейсбука беспокоимся. Это для нас важнее. Еще раз, зачем? Чтобы люди, оставшись без любимой игрушки, встали, наконец, со своих уютных диванов и пошли реально протестовать на улице. Второй момент. Про вот этот самый чебурны от меня россказни постоянно умиряют. А кто его создавать-то будет? Вы не задумывались, ребят? Те, кто могли это сделать давно выдворены за пределы страны, как какие-нибудь враги народа или представители пятой колонны. Кто? Вот этот вот депутат из Софеда, которого я вам только что показал, или Мизулина с Яровой. Я услышал на одном из федеральных эфирах радио. Эхо такое радио. Цитату сейчас зачитаю. 450 упырей собрались в одном зале, и они еще обижаются, что им, значит, тут не хватает кислорода. Глупости не надо повторять. Вот и все. Тем более с этой трибуны. Кто-то там скажет глупость, мы начинаем на эту трибуну вытаскивать эти глупости. Господа, вы шутите, что ли? Что реально могут создать вот эти вот люди? Я сейчас про чиновников и депутатов. Закон какой-нибудь очередной, бестолковый принять разве что. Но мы ведь это уже проходили. Пакет Яровой, давайте вспомним. Полгода с ним плюхались, даже больше кучу денег народных ухнули. В том числе на разработки, доработки, на какие-то экспертные оценки. Но какую-то еще фигню итог не работает закон. Мессенджер дуровский пытались закрыть. Пострадала целая толпа людей, которые вообще не при делах. А мессенджер тот живее всех живых. Сейчас вот с кибердружинами что-то мутят. Исход того мутят, могу вам предсказать уже сегодня. Нефтяную скважину в моей ванной комнате больше шансов найти. Поэтому о чем мы вообще говорим? Подавляющее большинство наших слуг народа популисты и сказочники. Максимум, на что они способны примазаться к чьим-то достижениям. Мол, без нашей помощи тут тоже не обошлось. Ну и потемкинские деревни строить, осваивая бюджетные деньги. Причем слово-то какое придумали. Осваивают они бюджетные деньги. Так что, дорогие зрители, займитесь лучшим обсуждением чего-то более осязаемого. А фантазии оставьте фантазерам. Ладно, все. Это реальная журналистика сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка на нее прямо. Надо мной больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте, с темой предлагайте. Под ними мы обсудим. Я же за всем спешу откланяться. Пока. Пока.